Итак, ребята, давайте разберем, что такое сельф. Это то, с чего надо начинать разбираться в классах. Наследование и все прочее, это все потом, и это несложно. Путаница начинается тогда, когда человек начинает писать реальный код, где присутствует сельф. В большинстве своем люди не знают, что такое сельф, зачем он нужен. Часть людей довольствуется, типа, такими ответами, я не говорю, что это плохо, то есть, где, допустим, ребята рассказывают, что такое сельф, но они дают рыбу. В результате, вроде понимаю, а вроде не понимаю. Делать правильно надо с позиции исследователя. Я создал файл Jupyter Notebook. Вот здесь, вверху, кому интересно, перепишите быстрые действия с ячейками. Следующим моментом мы разбираться будем, что делает сельф. Полную картину я вам не расскажу, надо вам что-то оставить для самостоятельной работы, но путь покажу. Итак, сначала нам надо выяснить, как мы будем исследовать сельф. Для этого мы с вами откроем документацию на сайте Python. Заходим на сайт Python, открываем документацию, открываем туториал. И здесь находим классы. Это видео будет полезным для того, кто уже, не знаю, говорил и нет, кто уже, по крайней мере, запутался в классах. А запутался по одной простой причине. Это видео будет в описании. Большинство не начинают изучение Python с этого, поэтому не пишут. В течение одной минуты коротко. То, что видео в течение 40 минут. Обратите внимание. Вернусь назад. Все обучение составлено в виде справочников. И так даются курсы. Сначала даются типы данных, которых человек не может врубиться, и зачем они. И сколько бы он не изучал, то у него остается вопрос, когда я буду писать. Ответ просто. Никогда. Но я могу писать, если вы спросите. Да, можете. Если измените подход. В чем заключается подход? Все банально просто. Если коротко, то так. Вот он писал класс. Вот это у нас функция. Вот это у нас метод. Что у них одинаковое? Параметры. Мы сейчас с этим столкнемся. Раз, два, три. Не по названию, ребята. Не по названию. А в данном случае это обязательные позиционные параметры. Мы тоже с этим столкнемся. Сначала, прежде чем изучать язык в виде вот так и путаться, надо свести все в голове в одно. Это заключается в том, что мы объединяем функцию, метод и класс в единое целое. Разница будет, потом забегу так вперед, в пространствах имен всего лишь. И в выполняемой работе. Но когда мы разобрались досконально с параметрами, то мы, у нас это объединяется в единое ядро. Нам всего лишь надо в классе разобраться с тем, чем мы сейчас будем разбираться. А разобравшись в функциях, методах мы применяем то же самое. Итак, начать надо было с функции. Мы тоже с этим столкнемся. Кто не начал и что делает. Итак, это я убираю. Зайдем все-таки. Наша задача сейчас сель. Открываем классы. И мы можем читать, читать, читать. Нас будет интересовать пункт 9.3.2. Объекты класса. Объекты класса поддерживают два вида операции. Ссылки на атрибуты, создание экземпляра. Итак, я здесь вверху записал, чтобы сэкономить ваше время. То, что меня интересовало. То есть мне надо собрать в голове все составляющие, чтобы ответить на вопрос, что делает сельф. Так как сельф работает в классах, давайте откроем еще кое-какую документацию. В данном случае я открываю опять сайт Python. Открываю документацию. Открываю. Во-первых, мне возможно, может не понадобится глоссарий. Открываю вопросы. Открываю вопросы по программированию. Проматываю. И нахожу, что такое сельф. Для начала давайте почитаем. Раз мы заняли сельф. Сельф это просто условное имя для первого аргумента метода. Метод определяется как сельф ABC. То есть у нас, как мы видим, раз, два, три, четыре. Следует называть его как ABC, не употребляя сам сельф. За такой пример класса, в котором встречается определяем, вызываемый метод будет думать, что он вызывается все-таки с четырьмя аргументами. То есть имея четыре параметра. Сельф все-таки участвует. Но явно мы его не указываем. Тогда сначала у нас возникает вопрос. А зачем нам его указывать? Попробуем, прежде чем писать код, еще кое-что понять. Открываем, продублируем вкладку. Опять открываем питон, опять открываем документацию и откроем справочник по языку. Давайте здесь поищем тоже классы. На секунду давайте все-таки вернемся. И сначала наша задача собрать составляющие. С чем будет работать эта сельф? Итак, что такое класс? Что такое ссылка на атрибут? Как она делает? Как она выглядит? Уточнили, что такое экземпляр? Что такое метод? Ну что ж. Давайте вернемся к определению классов. И начинаем, в первую очередь, заполнять наши пробелы, по крайней мере на первом этапе, по принципу, что выкопаем. Ведь мы четко понимаем, что нам надо. Сейчас мы набрали вот такие вещи. Промотаем. Переменные определения класса относятся к классу атрибута. Они совместно используются экземпляром. До многих это непонятные слова. Сейчас будем разбираться. Атрибуты экземпляра могут быть установлены в метод selfNameValue. Итак, сейчас нету время дальше копаться в документации. Буду просто рассказывать. Self начинается изучение совместно с init в определении класса. Вот то, что далее под init определяется, это называются атрибуты. С этим начинает путаница быть. Дописываем себе. Теперь давайте проверять. Давайте, не важно откуда. Давайте-ка попробуем. Вот этот наш класс, он с документацией, он написан правильно. Сейчас нам надо понять, прежде чем работать с self, два вопроса. Создание экземпляра и метод. Я специально пропускаю ссылку на атрибут. Создается экземпляр довольно просто. Создание экземпляра это создание по сути дела переменной. Иными словами, мы придумываем имя. И присваиваем название класса, которое у нас есть. Мы сейчас не ставили скобки специально. Какой вывод мы можем из этого сделать? То, что... То, что мы видим, что все объект. Посмотрите, пожалуйста, что такое объект. Да. Говорить вам, посмотреть, что такое объект, вы полезете в Википедию. Рассказываю... ...простым языком. Что такое объект, вы точно... ...знаете. Представьте автомобиль. Объект это то, что имеет состояние, поведение и свойства. Представьте автомобиль. Для вас он, допустим, белый, двигается. Отлично. Теперь... ...автомобиль это объект. Почему? Потому что у него есть цвет, он покрашен. Потому что он имеет определенное поведение. Может двигаться. А теперь давайте разберем мысли на весь автомобиль на запчасти. Каждая запчасть тоже будет объектом. То есть... ...болтик, винтик, дверь. Дверь разберем. Соединим стекло, обшивку. Это тоже будут объектами. Каждый из объектов... ...например, выняли стекло. Это тоже объект. Но он имеет свои свойства. Он хрупкий там, прозрачный. Так вот. В Python все объекты. В Kotlin все объекты. В JavaScript все является объектом. Довольно просто понять, согласитесь? В данном случае ошибка не выдается. И это правильно. Давайте проверим. Есть встроенный тип. И введем наш экземпляр. Тип. Давайте попробуем здесь ввести print. Хотя это может ничего не даст. Сейчас посмотрим. Класс тип. Да? Просто тип. То есть нам ничего не выдало. Но мы понимаем, что исключения никакого не выдало. Почему? Потому что в Python можно использовать любые вещи, классы, функции, методы. Как переменной. В данном случае это просто так. Но, тем не менее, давайте попробуем сейчас ввести. И мы получаем исключения. Когда я вначале говорил вам, что мы с этим столкнемся. То есть, если бы вы начали с функций и рассматривали в следующем порядке, который я рекомендую. Вызов функции, то есть уже работали с параметром, то вы бы прочитали. Но, как говорится, если бы, то большинство ребят это не делают. Поэтому они занимаются ерундой. Вынуждены просто тратить свое время ни на что. Посмотрите, в Django сколько людей это все пропустило. Если еще убрать комплекс, то мы находим Куча исключений, да? По сути дела, ошибки-то не было. Просто видно, что ребята не работали с функциями вообще. А то, что у них все по-разному, это 100% видно. А проблемы-то нет. Отсутствуют два позиционных аргумента. Правильно. Я считал, что это один позиционный аргумент, второй позиционный аргумент. В данном случае, давайте попробуем убрать self. И попробуем запустить, это перезапустить. И что еще раз перезапустим, если он затупил. В данном случае, мы читаем, уже у нас отсутствует один позиционный аргумент. То есть, уже парам один принял за self. Давайте изменим ситуацию. Введем все-таки какие-то значения. То есть, передадим аргументы в параметры. Но self мы не ставим. И мы получаем исключения. Обратите внимание. Отсутствует два, а надо три вообще. То есть, получается, что self нам нужен. Да, self можно заменить абсолютно на любое слово. Но этого делать не надо. Так как вы просто запутаете других программистов. Это соглашение. Но за этим словом стоят какие-то действия. Если бы вы сделали, как я сказал, вот в этом видео. И вы бы уже понимали, считывали параметры. То у вас бы проблем уже не возникло. То есть, вы прочитали. Да, действительно, нам не хватает self. Что делают большинство ребят? Они пытаются, допустим, третью. Ну, давайте поставим третий параметр. Да, третий аргумент передадим. Посмотрим, что будет. Он нам все равно пишет. Четыре. Но отсутствует два. То есть, итак, на этом не будем вот это уберем, исследовать. Да, но не закончим. Попробуем убрать self. Вот здесь. У нас же здесь получается. И сделаем следующим образом. Комплекс оставим. Пусть он выдает. Возьмем, вызовем вот этот метод. И попробуем. Давайте сначала вернем назад self. Нам надо докопаться. И здесь пока вернем. И теперь вызовем. Так. Так, класс комплекс. А здесь мы получили то, что хотели получить. Боунт метод. Комплекс парам оф майн. И вот это адрес памяти. Как это следует читать? Связанный метод с классом. Майн. И у объекта есть память. Хорошо. Давайте-ка попробуем вот здесь убрать self. И пропустить. Так. Хорошо. Давайте попробуем доставить скобочки сюда. И опять. Итак. Смотрите, что он нам выдает. Когда мы взяли парам, ведь мы же здесь ничего сами не указывали. Но тем не менее, он говорит. Слушай, а у вас не хватает одного позиционного аргумента. И это self. Давайте вернем self. Парама 1 не существует. Давайте смотреть. Ну давайте 6,6 здесь поставим. Не работает. Правильно. Потому что здесь же параметров нет. Здесь никаких параметров нет. Но мы переделаем теперь по-другому. Попробуем напрямую обратиться к p1. Выводы позже будем делать. К атрибуту. Получаем 5. Все правильно. А ну-ка уберем self. И попробуем опять обратиться. Комплекс объект, но атрибут. Оба! Первое, что нам надо. А не читается без self атрибут. Вот тебе первое. Что мы делаем? Давайте-ка читать. Может мы сейчас это что-то увидел. Object name на атрибут. Да, у нас... Смотрите. Ну ведь у нас же object name. Все правильно. То есть оно показывает. Но указывает, что p1 нет атрибута такого. Ну-ка давайте-ка попробуем теперь вернуть self. Вернем точку. И попробуем отработать. 5, да? Ну ведь p1 мы вот задали 5. Давайте попробуем запутать Python. все вполне нормально. Правильно. Это же не обратный вызов. Тем не менее, надо сделать какой-то вывод. Первый. Получим исключение. И занесем его себе. Попробуем немножко сделать по-другому. Найдем ли что-то по атрибуту. Нажмем документация. И нажмем глоссарий. Я уже для вас нашел. Мы можем здесь посмотреть. Атрибут. Значения, связанные с объектом, на которые ссылаются по имени. Используя пунктирные выражения. Например, если объект имеет атрибут. Да? То есть есть. Идем опять в классы. Ссылки на атрибут используют стандартный синтаксис. Используем для всех ссылок на атрибуты. В Python. Объект name. На самом деле, если мы возвращаемся к объекту класса, здесь написано, но очень сухо. И это не хотят читать. Объекты класса поддерживают два вида операции. Ссылки на атрибут и создание экземпляров. Первое и второе мы уже делали. Мы создали экземпляр и получили ссылку на атрибут. Ссылка на атрибут использует стандартный синтаксис. То есть объект name. Допустимыми именами являются все имена, которые были в пространстве имен класса. При создании объекта класса. При создании объекта класса. Но тут тоже все читаемо. Давайте вернем все назад. Вернем сейф. В данном случае мы можем получить ответ даже не сильно лазя, не сильно заморачиваясь. мы можем взять help метод help и класс комплекс и посмотреть. Вот здесь именно это написано. Допустимыми именами были в пространстве имен класса при создании класса. Вот создался класс. Инициализация. То, что будет начальные параметры через Zenit, то, что будет передаваться при наследовании автоматически. Дальше это я скажу, вы пока не знаете. Хранится все это в dict в методе. Дальше он пишет Инициализирую себя для точной подписи типа. Что это значит? Это в данном случае класс ссылается на себя. И когда это уже в дальнейшем мы будем наследоваться, то мы будем наследоваться точно от этого класса. То есть все написано. Даже проверять не надо. Все написано. Читать надо уметь. И так получается мы можем себе взять пример здесь и себе помечаем. Начинаем отвечать на вопрос что такое серф. Здесь уже Markdown. Приводим наш пример. показываем что класс дальше пошел. первое создает ссылку на атрибут. мы с вами дальше вы описываете все что мы делали. И сюда желательно добавить исключения и так далее. То есть разбирайтесь полностью. Но ранее мы с вами получали исключения уже. Давайте попробуем убрать self с параметров метода init. И мы мы получаем нам указано что отсутствует два но вообще должно быть три. То есть self мы убрали. Потому что здесь мы их указали. попробуем вот этот убрать и вот это убрать вообще. Так. Смотрим на исключение. Трока 9. вот отсюда убираем и отрабатываем. Name self if no definite убираем и отсюда издеваемся и в результате получаем что класс опять не работает. Да. То есть атрибуты не могут ссылаться на класс без self. Хотя мы скорее всего ожидали что пусть бы он param1 сделал мы можем написать так тогда поправиться код. Param1 заменить как self якобы. Так не надо никогда делать. И все опять заработало. То есть теперь param1 у нас является self. Менять название self ребята не надо. Вы запутаете себя и программистов. Но в данном случае так как все отработало вы четко видите что все равно он же не выдает ошибку. Вот если мы вот этот уберем то есть у нас получается сейчас один обязательный параметр а это как self делаем вывод здесь self это первый аргумент метода пишем себе дальше это у нас было первое что мы с вами накопали это у нас второе где пишем self первый обязательный аргумент метода то есть но это еще не все я допишу для вас если мы посмотрим наш код здесь будет немножко понятнее мы удалили ну да ладно напишем что-нибудь опять так Продолжение следует... Чтобы до конца нам понять это... Так... Вот здесь мы вызовем комплекс фанкс. То есть это тоже должен быть атрибут. Потому что мы с вами читали здесь, что это могут быть любые имена. Вы сейчас забудьте про функции. Просто есть имя функции. Вот любые имена мы можем использовать как атрибуты через точку. Мы считываем фанк. Хэлл комплекс пока закомментируем. И здесь мы видим... То есть все нормально отработало. Связанный метод. Класс комплекс. Объект. Ссылка опять на память. Значит... Получается, что self... Первое еще заключение делаем. Оно очевидное. Вот скажите... Вот это у нас... Дальше идет. Что? Это у нас функция. Здесь нету self. Функция внутри класса называется методом. В этом все отличие. Значит, что мы себе делаем? Помечаем. И вот оно показывает. Метод связанный. Класс комплекс. Метод funct. Он связан. Боум. И выделяется место на объект. Давайте-ка мы попробуем с вами убрать отсюда self. Что у нас будет получаться? Я не знаю. Оба. Пропал. Куда-то пропал наш метод. А мы его вызываем. Не видит. Делаем вывод. Self ссылается на наш класс. А теперь, если... Ну нет, времени. Уже много времени и так вашего заняло. Мы там читали с вами про ссылки. Опять ссылка. Но он ссылается в данном случае на класс. Представьте, класс никак не считается, как обычное пространство имен. Вот есть имена, которые читаются человеком. Потом можно проверить, где это будет видно. Зачем потом? Сейчас проверю. Давайте попробуем вызвать func. Func. Вот это func. Ну нету. Не существует. То есть видна внутри класса. А за классами существует. А вот если бы это была функция func2, да, то она будет существовать. Потому что она за классом, и эта функция, это не метод. Она будет существовать. Только это надо закомментировать. Ну сейчас опять... Что? Что надо было учить? Правильно. Два позиционных аргумента. Маша плюс Паша. Все работает. Но это функция. А тут метод. Но законы одни и те же, ребята. Убираем пока функцию. А тут оказывается не получается ничего. Не существует. То есть получается, что сельф здесь ни при чем. Что метод доступен только внутри класса. И доступен для экземпляра. Для экземпляра класса, пожалуйста, комплекс fun. Вот есть. Но стоит нам убрать сельф. Стоит нам убрать сельф. Вот здесь. Так, стоп. Да. Стоп. У меня что-то тут заглючило. Сейчас я посмотрю. Давайте сделаем так. Просто он может сейчас в Юпитере. Сначала опять сделаем правильно. Теперь доставим скобки. Получим исключение. В данном случае два позиционных. Убираем сельф. Теперь оказывается один позиционный. То есть в данном случае все равно. Смотрите, что происходит. Что он теперь а. Мы не написали сельф. Но он а рассматривает как сельф. Потому что заявляет, что один отсутствует. А мы же два логически знаем. И получается, смотрите, в данном случае может быть ерунда. Потому что по сути дела вот здесь. Он тоже иногда бывает так. Вот тогда выдал исключение. Что он оказывается может метод выдавать. Но сельф то нет. Мы убрали сельф. Давайте попробуем так. И он нам пишет. Один. А мы четко понимаем. Смотрите. Что мы то ставили а и b. Это наши параметры, которые мы указывали. А он нас требует только один. Правильно. А нам надо плюсовать. И смотрите, что опять мы получаем. То есть все равно перестает работать. Мы сельф не указали поработать. for complex and число. Там мы писали числа. То есть... Это, скорее всего, работа Юпитера. Но питон распознал все равно, что это сейчас сельф ссылка. Ставим сельф опять. Ставим а, b. То есть вот, а, b мы указали. Получаем исключение следующее. Неправильно он выдал, да? Почему? Потому что у нас уже два. а, b, все правильно. h мы указали. Все правильно. 6 и 6. 12. Убираем эти параметры. Отсутствует два позиционных параметра. А теперь убираем сельф. И смотрите, что делает питон. Он а уже принял за сельф. Он исключение выдает, что всего лишь нам не хватает. То, что плюсовать нечего. Что мы делаем вывод какой? Что сельф это обязательный первый аргумент метода. И именно сельф отличает метод от функции. Когда мы пишем сельф назад, то оказывается все становится на места. Ведь мы же знаем, как хотели. Да, сейчас два аргумента не переданы. 5, 6. И у нас получается 11. Все работает. То есть здесь мы дальше дописываем первый обязательный аргумент функции внутри класса. Создает ссылку на атрибут. И дальше еще есть много вещей при написании методов. Потому что атрибуты могут быть их больше, меньше. Я показал только путь. Дальше сами. Теперь смотрите, ребята. Вы посмотрите это видео. Потом начнете делать таким вот способом. Тогда что-то будет. Потому что я вам показал немного другой путь. Посмотреть там пример. О, мне понятно. Что понятно? Ни хрена тебе не понятно. Понятно, когда ты ручками по клавиатуре через свои мозги все прогнал. Вот так будет точно понятно, ребята. Ведь в чем заключается правильный метод обучения программированию? В первую очередь. Первое. Это обучение определенным образом. Если вы будете проходить вот так, как делают в большинстве обучений, то есть начиная с типами данных, потом пошли, пробежали функции, и у вас целая каша в голове. Писать вы не будете. Пока не измените подход. Да, надо пару слов сказать о школе. Можно заниматься джанго. Посмотрите курс. Пайтона вместе. Есть индивидуальное, есть групповое обучение. Большинство ребят просто оплачивают сайт, уроки и занимаются бесплатно в группе. Я им помогаю. Тоже есть видео. Вот парень присылает задание. Далее я добавлю видео, где я ему рассказывал. Да, мозги выносило. Денис сейчас занимается, Александр. Этих ребят мало, но я знаю, что другие за ними подтянутся. Эти два парня, вообще чудо. Чудо, да. Ребята готовы писать. Абсолютно. Готовы писать продукты. Собрать в голове только надо было. Всего лишь. Божечки ты мой. Ну что ж тут сложного. Хотя вру. После 10 лет это все видится довольно легко. Каждый день, когда программируешь, после 10 лет. Но этих 10 лет не у всех есть. Поэтому хорошо, когда кто-то говорит. Если вы проходите, как все делают, да. Потому что даже типы данных, я в некоторых видео рассказывал. Человек не совсем понимает. Не хочу сейчас отвлекаться, если он в начале проходит. С функции надо начинать, ребята. Функции. Первое надо в голове свести. Функции. Метод. Класс. Понять, что это одного поля ягоды. Потом начинаем разбираться сельф, как я показывал. Не так, как вот здесь, да. Прочитали там других. Да, эти молодцы, ребята, находят время, отвечают. А несколько вечеров. В чем смысл? Ребята, смотрите. Первое, что мы с вами сделали, чтобы разобраться в сельф, мы сначала начали выявлять, а вообще, в какой среде он работает, оказывается, в классах. Разобрали, что такое класс. Ну, тут, конечно, не полностью. Объект, атрибуты. То есть, начали понимать. И, в конце концов, получили много ответов. Метод. Что отличает? Сельф. Нет, сельф будет функция. Ну, если вы бы разбирались, как я показывал ранее, разобрали параметры, они одинаковые. Как вы видели, исключения одинаковые. И в методах, в том же ине, да, при определении, и в функции будет одинаковые. И в других методах. Это же просто. Потом экземпляры разобрались с вами. Ну, что есть сложного? Создал переменную и указал класс. Это полностью рабочее. Вот джанга. Вот открываем типы полей. Допустим, берем самое простое поле. ChartField. Это поле, где вот вписываем в запись, когда вы на блоге отправляете или где-то, заголовок. Да, ChartField. Это класс. Класс ChartField. Но в проекте же мы делаем то же самое, что мы делали в уроке. Вот модель. Мы создаем переменную. И дальше берем, создаем экземпляр класса ChartField. То есть все применимо. Абсолютно. Единственное, в документации нам надо было посмотреть, что есть обязательный параметр. И дальше любые опции. Да, какие любые. Две звездочки. Что это? Ага. Идем и смотрим. Когда одна звездочка, две. А параметры надо было пройти. С них надо было начать. И если вы, мы с вами, да, открываем документацию и вот это не считываем моментально, то что мы в ней делаем, ребят? Что мы собираемся писать? Не проще ли было неделю, пусть две, посидеть вот так и поразбираться с параметрами, чтобы считывать их на лету? Ладно. Заканчиваем. Ребят, я никогда не видел людей, которые хотели бы и не писали. Ведь язык вы знаете, я объяснял тут вот парню. Или вы мне будете доказывать, что вы не знаете язык? Не верю. Не верю. Когда вы разбираете автомобиль. Ну, например. Ну, нет автомобиля, но видели, что кто-нибудь в гараже на пол сложили. Как вы размышляете? Запчасти. Запчасти. Это я отвлекаюсь. Запчасти у нас лежат в гараже на полу. Если вы хотите посчитать, тыкаете пальцем и это, фильтр раз, головка цилиндров два и так далее. А что в языке по-другому? Мыслите языком так, как вы привыкли мыслить в жизни. Вы же уже программист. Только тут вы будете делать следующим образом. Я составляю, только я по-русски напишу, чтобы было более понятно. Запчасти на полу в гараже присваиваем значение списка. Это единственное, что в языке вам надо было научиться. Это список, куда мы будем добавлять при помощи методов фильтр и так далее. Да, все остальные. Но, что изменилось? Нам надо было всего лишь выучить в языке, что есть тип данных список, который обозначается квадратными скобками. И для языка это что? Это список называется, который можно что хочешь добавить. Если бы мы считали эти запчасти на полу, тыкая пальцем, как я говорил, фильтр раз, там второе, два, третье, то в языке мы провели бы итерацию. Надо было всего лишь познакомиться с понятием итерация, простыми словами это подсчет. И сделали в цикл for, цикл for, конструкция, которую мы изучили. Далее, временная переменная. Здесь результат. Только будет на латынице. Где посчитать в списке запчастей в гараже? Все. Там вы пальцем тыкали и считали. Здесь вам программа посчитала только за одну секунду и там за миллисекунду. И все запчасти здесь. Здесь результаты это временные переменные, которые вы придумали сами. Ну и что хотите. Осуществляйте поиск, найти фильтр, найти то. Все как в жизни. Стоите в гараже, ищите фильтр. Так это же можно и в списке найти. То есть, ребята, Вы уже программируете. Вам просто надо разобраться, как это делать при помощи языка. Мышление, или там мышление, как правильно, менять не надо. Вы все уже умеете. И Вы можете писать код. Я уверен про это на 100%. Ну, кому интересно, конечно, приходите в школу. Ну и ставьте лайки на видео, кому понравилось. Надеюсь, что после видео про сельс больше знаете. Только докопайтесь до конца. Посидите недельки две. Спасибо за доверие. Все получится. Спасибо за просмотр.